Привет, моя страна! Гусь с вами! Сегодня у нас на обзоре мотоцикл, ставший культовым. Мотоцикл-история. Мотоцикл-родоначальник целого класса. Класса японских круизеров. Друзья, это Yamaha Virago. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, это Yamaha Virago. Кто-то там женщина-гусар, бой-баба. Кто-то находит более нелестные эпитеты. Мотоцикл реально необычный. С интересной историей, но об этом чуть позже. А сейчас, друзья, не забываем подписаться. Пока идет мое шикарное интро, вы подписывайтесь, бьете в колокольчики и погружаетесь в мир мотоциклов. Мотоцикл с богатейшей историей. К 80-м годам прошлого века японцы достаточно поднаторели в производстве дорожных мотоциклов. Уже были созданы те байки, которые впоследствии станут культовыми, станут легендами. Но в их модельном ряду не хватало. Чего, друзья, не хватало круизеров. Именно эта модель стала родоначальником целого класса. Друзья, Yamaha Virago в 81-м году постучала, так сказать, в калитку американского рынка круизеров. И по факту оказалось, что это не робкий стук, а удар с ноги, от которого эта калиточка разлетела щепки. И американцы из компании Harley Davidson серьезно попачкали свои трусы, когда появилась эта модель. И побежали в Сенат, крича «Япы наступают! Сделайте что-нибудь!». Новый Хиросима не случилось. Без Напалма тоже все обошлось. Наверное, во Вьетнаме все спалили. Однако приняли закон, повышающий таможенные пошлины на мотоциклы свыше 700 кубов. «Окей!», — сказали японцы, и сделали движок в 699 кубиков. Изначально Yamaha Virago оснащалась 750 кубовым моторчиком. Затем разнообразие моторов стало просто невероятным. И, наконец, появился флагманский мотор, вот этот 1100 кубов, который впоследствии, друзья, практически без всяких изменений обретет драга. Yamaha Dragstar 1100. Кто не смотрел, здесь будет подсказочка о драге. Великолепный мотоцикл, непосредственный наследник вот этого чуда. Это короткобазный круизерчик. Вид в этой модели достаточно странный. И в то же время такой, я бы даже сказал, вызывающий. Как по мне, она похожа на такую беременную креветку, друзья. Ну, согласитесь, есть некие сходные черты. И вот этот огромный двигатель просто как такое беременное брюшко. Конструктивный мотоцикл значительно отличается от всех современных мотиков, поскольку здесь рама хребтовая. И сам движок является частью несущей конструкции этого мотоцикла. Плюс это или минус, ну вот так вот они решили. Естественно, этот мод на кардане, за что большое спасибо Yamaha. Yamaha вообще молодцы. То есть у них кардан практически присутствует на всех моделях. Изначально на первых мотоциклах маятник был типа Softail, но потом они отказались от этой версии и поставили классический амортизатор с двух сторон. Более симпатичное, более надежно. Сейчас прокатился, подвеска жестковата даже, но не пробивает. Удивительно, друзья, мне, несмотря на мой рост и микроскопические размеры этого мотоцикла, мне на нем почти удобно. Вот так, друзья, я выгляжу на этом мотоцикле со своим 185-сантиметровым ростом. Конечно, ноги мои согнуты. Высота по седлу здесь 71 сантиметр. Сиделочка очень удобная, очень комфортная, мягенькая. Сейчас таких уже вы, друзья, не найдете. Сидеть, управлять этим мотоциклом будет удобно райдеру до 175 сантиметров. Ну, как будто под копирочку. Все японцы делают такие мотоциклы. Сам мотоцикл городкобазный. Он очень юркий, очень шустрый. Сиделка достаточно удобная. Ну, для двоечки. Двоечку тут тоже вполне можно разместить. И еще для нее весьма удобная спиночка. Этот руль весьма загадочных форм. Что было в голове у конструктора, который вот такой вот изгиб придумал, но при этом достаточно удобно даже мне. Я думал, будет как-то, знаете, как на каком-то детском велике, а так, в принципе, нормально, нормально рулится. И получилось, что руль-то достаточно узкий. И в городе пробочки-то прошивать. Самое, ну, смотрите, руль-то вот он. Едва-едва выступает за габариты буквально на 15 сантиметров от бака. Бак, кстати, здесь интересная история с баком. Сначала это был вообще фальшбак. Просто накладка. А сам настоящий бак был под сидением. Потом они переиграли это дело. И получилось, что и этот бак, и еще есть еще один бак. Но неудобство в чем? Жадный глаз тут есть. Это большой плюс, поскольку отмониторить количество бензина, когда он заканчивается здесь. Вот здесь, допустим, бак у вас высох, а сколько осталось в том баке. То есть визуально определить нельзя. И на тех моделях, где не было жадного глаза, это, конечно, была катастрофа. И многие обсыхали, просто не доехав никуда. Изначально здесь приборочка была представлена всего лишь одним спидометром, но это уже более поздняя версия. Здесь и спидометр, и тахометр. Все очень так стильненько, все так минималистично, но очень-очень аккуратненько сделано. Полированный металл, тралочка, повороты, дальний свет и масло. Ключик, ключик классика. И здесь он очень удачно расположен без всяких вот этих извращений, какими страдает обычно Yamaha, располагая замок зажигания. И здесь ключ не будет царапать. Даже если вы повесите какой-то брелок, он до траверса не будет доставать и не будет ее царапать. Очень удобно. Печаль вызывает тросовое сцепление, конечно. Зеркала, в принципе, можно настроить и пользоваться. Так вот, удивительное дело. Маленький мотоцикл, но даже вот высокому райдеру, как я, вполне себе можно приспособиться. Ну, без особого, скажем так, ущерба. Единственный ущерб будет, ну, по внешнему виду. Если вы такой высокий, такой крупный мужик, как я, то вы смотритесь на нем, как на велосипеде. Однако этот велосипед обладает, я вам скажу, зверским характером. Это такая сумасшедшая бешеная креветка, которая реально отрывает руки. У меня я сегодня съел. Она как долго, как она рванула из-под меня. Благо, благо я сумел удержаться. По трассе мне было весьма задорно на нем ехать. 120-130 я разогнал. До 120 вполне себе комфортно. И крейсер можно такой держать. 120-130. Если вас не смущает, достаточно сильный встречный поток ветра. Неожиданные у меня впечатления от этого мотоцикла. Я думал, ну, будет мопед мопедом. Однако он хорош. Он реально хорош. Как говорится, первый блин классик руизеров не оказался японцем комом. А реально получился зачетный байк, за который даже по прошествии 40 лет краснеть не придется. Без всякого сомнения и без мук совести я порекомендую этот мотоцикл для девушек. Прямо девчонкам это то, что нужно. Он легкий. Он удобный. Он маневренный. И при этом он мощный. Вы не будете себя чувствовать ущербно, купив этот мотоцикл. Он стильно выглядит. Легко управляется. С адекватными тормозами. Что спереди. Ну, сзади барабан. Но его, в принципе, вполне будет достаточно, чтобы остановить этот нетяжелый байк. Ну и всем, кто ниже 175, велкам, как говорится. Помните, друзья, этот мотоцикл легенда. Это проматерь всех настоящих круизеров. Поэтому, когда вы увидите этот мотоцикл на дороге, вспомните об этом. И склонитесь, так сказать, в уважении, в почтении. Поскольку все, на чем вы сейчас катаете, все круизеры пошли именно от Yamaha Virago. Двигатель 1100 кубов, перекочевавший с этого мотоцикла на Yamaha Dragstar, выдающий 62 лошади и порядка 80 ньютонов крутящего момента. Движок беспроблемный. Ну, единственное, обгонный муфт. Про обгонную муфту знают все. Рама хребтовая. И причем, хребтовость этой рамы уменьшает возможность кастомайзинга данного мотоцикла. То есть, пилить раму здесь нельзя. Она, говорят, не варится. Там внутри еще какие-то элементы жесткости. То есть, все не так просто. Вот даже в таком стоковом состоянии он выглядит прекрасно. Он выглядит необычно. Вот так, я бы сказал, даже дерзко. Такая дерзкая, мощная креветка. Просто вырывающая руль из рук. Ну, при этом двигатель. Потому что есть еще, конечно, 400 кубовые. Кстати, даже 400 кубовая версия. В ней 40 лошадей. А раньше было 46. А сейчас 40. И она даже мощнее, чем шадовка. В шадовке только 33. И шадовка гораздо пухлее и тяжелее. А эта маленькая, шустрая. Есть такая машина АК. Вот ее называют бешеной табуреткой. Вот нечто подобное. Такой, я бы даже сказал, драгстер. Маленький драгстер. Именно такое ощущение у меня есть. То есть, мало мяса, много мощи. В этом мотоцикле. Спереди стоят два диска. Поскольку модель уже более поздняя. Я попробовал более-менее тормозить. То есть, вопросов нет. Сзади по-прежнему барабан. От классического форм-фактора они не отошли. Сзади барабан. И, конечно, моя любимая вещь. Это кардан. Yamaha молодцы. Вот карданчики у них даже на самых первых моделях были. Нет, цепь сначала была. Потом поменяли на кардан. И это правильно. Кардан я очень люблю и уважаю. Сзади бублик на 15. Колесико достаточно пухлое. Спереди 19. Колеса литые. Соответственно, мы здесь используем бескамерку. Но были версии мотоциклов со спицами. Они выглядят более стильнячьи. Но подразумевает использование камер. Поэтому все-таки я предпочел бы литье. Естественно, фара не какущая. Светит она. Ну, сами видите. Номинальная чисто так. Обозначая ваше нахождение в пространстве. А общее впечатление. Да, мне вполне понравилось. Единственное, конечно, мне не подходит по росту. Немножко стильный мой. Но я вам скажу. Если у вас около 170-175. И вы поклонники именно таких настоящих. Старых, трушных, чопперов. А, кстати, он очень близок к этому. Он не совсем круизер. Он скорее ближе к чопперу. Если его еще подраздеть, чоппер из него получится знатный. Если вы невелик ростом. Если вы девушка, не дай бог. Этот мотоцикл именно для вас. Кто-то говорит, да что там маленькие кургузы, куцы, мотоциклик. Мопедка еще как называют. Да я сам грешил такими выражениями. Однако, поковырявшись в истории, я проникся уважением к этой модели. А попробовав ее на ходу, попробовав ее в деле, ну так вообще, я считаю, это весьма неплохим вариантом. Давайте посмотрим, как выглядит двойка на этом мотоцикле. Залезай. Медвежья хватка, я бы сказал, у этой юной леди. Тебе хорошо? Удобно тебе? Поедешь со мной далеко и надолго? Да. Слезай, все, побаловаться будем. Я пошутил, все, я другую найду. Давай теперь посмотрим, как девчонка. Смотрится ростом метр пятьдесят даже. Позьмем маленькую девочку для примера и померяем ее на этот мод. Ну, смотрите, она как здесь родилась в этом седле. Тебе удобно? Ей удобно и вам будет удобно. Стоимость этого мотоцикла в идеальном состоянии, в музейном состоянии, на сегодняшний день составляет триста тысячи рублей. Кто-то скажет, что это дорого. Но, друзья, это легенда. Это культовый мотоцикл. И приобретя его, и сохраняя его для своих детей, это маленький подвиг будет с вашей стороны. И, естественно, катая на нем, вы получите неземное наслаждение. Сворожаю благодарность мотосалону, который рискнул и доверил мне на обзор этот роскошный, практически музейный, друзья, образец. Мы находимся в станице Динская, революционная, 66. Большой, я бы даже сказал, огромный выбор мотоциклов. Приезжайте, выбирайте, покупайте. Вот на этой прекрасной ноте, с этим великолепным мотыльком. Сами знаете, что надо ставить. Даже бабочка знает. Вот так вот. Пока. Самое-то главное мы и пустили. Попердеть-то надо. Как-то неожиданно он завелся, прям только успел коснуться стартера. Вот такой утробный, знаете, как вещание какое-то, чревовещание. Чувствуется, что там 60 лошадей, как минимум. И так это вибрации дает. Эгей, как говорится. Я не просто мопедка, а мопедка с львиным сердцем, друзья. Вот так. Бабочка не отстает от меня. Это какой-то знак, друзья. Летил же. Все. Упорхнула бабочка, и вы не пропустите свое счастье. Чтобы этот экземпляр роскошный не упорхнул от вас, срочно звоните. Все в описании, все контакты. Звоните, покупайте. Я считаю, это просто уникальный случай, когда можно приобрести мотоцикл в таком состоянии. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok